здравствуйте мои дорогие стартап котики сегодня у нас довольно странный эпизод под названием голый энтузиазм очень много вопросов задаете вы дорогие мои стартап котики на тему того что ну ладно вот и все рассказываешь сказки из кремниевой долины насчет того как все будет хорошо стартап инвестор и все это звучит как какая-то странная музыка арфы из шерлихтвейса как это в реальности работает чувак вот у нас как бы реальность что ресурсов никаких нет денег нет нет продукта нет клиентов нет каналов дистрибуции это нет помните как в мультике тайны третьей планеты полезных из ископаемых нет планета населена роботами населена роботами ответ на вопрос что же делать когда есть только голый энтузиазм использовать голый энтузиазм как историк я очень люблю пример который возможно многих удивит эрнана кортеса с чего же начинал кортес кортес начинал с нескольких кораблей и с того что у него был мандат от управляющего кубой куба тогда была основной базы испанцев в новом мире на исследование новой загадочной страны о которой практически ничего не было известно а которые только знали что вот там она есть где-то вот вот там вот в том направлении примерно во первых он набрал порядка 500 конкистадоров которым он не обещал заплатить ни одного реала то есть вообще ничего иными словами эрнан кортес набрал в общем-то в каком-то смысле стартап он набрал 500 головорезов то есть людей не очень доверяющих речам которым не обещал никаких зарплат которым единственное что он обещал это пропитание подвиги смерть вполне реальную которая многих и ждала и также долю в том сокровище которое обязательно они должны добыть жадные испанцы все верили в то что вот впереди ждет их сокровище это напоминает стартап согласитесь да стартап тоже работает в ожидании того что легенда о сокровищах окажется правдой и все мы знаем в той или иной степени каких-то людей или какие-то достоверные рассказы о людях которым это удавалось которые продавали компании действительно зарабатывали деньги осуществляли свою мечту до конца вот что же делал кортес как же он смог жить на чистом энтузиазме да еще и убедить полтысячи испанских головорезов отчаянных верить ему и без денег только за обещание светлого будущего быть с ними он использовал то страшное оружие которое есть на вооружении самых отъявленных самых лучших карта котиков это очарование убеждения и способность соблазнять способность показывать тот светлый путь и может быть не очень светлая терпеть быть которым обычно идет стартап ну и как бы забегая вернее вперед с кортесом действительно многие из этих людей погибли но других он привел теночетлан столицу столицу ацтеков и теночетлане он вместе с ними действительно разграбил потрясающие богатства ацтеков так что те из испанцев которые остались живы были богаты их потомство было богато и так далее то есть вот такой успешный стартап а еще что интересно что не знают многие по стечению массы обстоятельств испанские власти послали вслед за кортесом экспедицию которая должна была арестовать кортеза и привести его на неминуемую гибель за то что он сделал это что он не сделал погуглите там интересная очень история надо отдать должное кортезу он не испугался из некоторой частью из своих 500 говорят что с очень маленькой частью воинов вернулся к тому что потом примерно стала а портом вера круз и у него была небольшая такая даже не знаю вряд ли может назвать битвой некая такая стычка первоначальная с послал причем там разница в силах была колоссальная возможно 7 8 кратное превосходство было у тех кто были посланы посланы за ним но что он сделал сделал дальше он убедил все почти всех те из тех 800 человек присланных за ним кто пришли его арестовывать и вести на верную гибель он убедил их стать на свою сторону и таким образом увеличил свою армию обеспечил для себя возможность большую вероятность успешного завоевания того что потом стала мексикой и до тех из этих людей кто выжили очень многие из них выгодить обогатились но вот вот такая забавная история более чем забавная но вот эта история о том как бы что делать с голым энтузиазмом с голым энтузиазмом делать вот что использовать энтузиазм в очень многом и я постоянно это повторяю в очень многом вероятность успеха стартапа по сути обеспечивается одним единственным она обеспечивается способностью основателей таких карт сиков маленьких и больших продавать продавать еще раз повторю не только клиентам продавать и канон сбыта и инвесторам и прессе и членам своей команды что ужасно важно как мы видели в примере с кортесом и публике еще многим многим кого сложно даже всех упомянуть что такое продавать что такое продавать для стартапа для стартапа продавать включает в себя несколько вещей но во первых прежде всего продавать решение проблемы то есть постоянно все и повсюду говорят что когда вы делаете стартап постарайтесь прежде чем слишком далеко в этом предприятии зайти понять насколько реально существенно проблема которую вы пытаетесь решить насколько она действительно проблема насколько хорошо вы решаете насколько лучше вы ее решаете чем мы могут решить другие не решают ли идет ли ее другие эту проблему лучше эффективнее быстрее дешевле удобнее надежнее длинный список эпитетов чем чем это делаете вы вот вот это очень важный ключевой момент последнее в этой связи что добавлю насчет способности продавать это то что в принципе конечно можно продавать обманывая но очень долго это не будет продолжаться поэтому бизнес построенный сплошь только на обмане ну вот тиранус например там и так далее он в какой-то момент заканчивается хотя есть очень много случаев известных как fake it till you make it когда стартап блефует и недорассказывает о тех проблемах которые у стартапа есть и потом успешно решать эти проблемы и становится успешным я вам очень советую две книги которые я всегда советую мы сделаем ссылки на эти книги здесь одна из них называется the silicon boys кремниевые мальчики и 2 называется the new new thing новая 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 вещь новая новая штучка и в той и в другой приводится довольно много примеров вот такого успешного блефа ну а теперь вернемся в заключение к теме голого энтузиазма что же можно сделать на голом энтузиазме на голом энтузиазме можно сделать все единственное о чем нужно помнить что ваше время ограничено ваши ресурсы ограничены наши жизни ограничены и о том что если вы строите что-то на голом энтузиазме то нужно реалистично смотреть на самое-самое главное вот это самое-самое главное правило главный момент во всем этом эпизоде нужно пытаться найти под камешек или камушек наверно правильнее на который должна ступить ваших кошачьи стартаперские кошачья лапа я очень много раз не очень много раз но много раз видел стартапы которые работают без ресурсов или почти совсем без ресурсов но абсолютно не хотят осознавать этого то есть не хотят осознавать что денег осталось на месяц или что денег вообще нет что ключевые сотрудники вот-вот уйдут и вместо того чтобы не спать ночей думать вот об этом камушке то есть кто тот кто мог бы дать немножко денежек кто тот кто мог бы быть первым клиентом кто тот кто мог бы быть первым каналом дистрибуции так далее они вместо этого продолжают думать как бы вперед 36 месяцев если не на год и на годы как будто бы у них есть ресурсы на это время и как будто вот как-то само собой это решится но за редчайшими исключениями это это то есть недостаток ресурсов не не разрешается сама и я уже много раз говорил что огромное большинство стартапов рушится по одной и той же причине не потому что плохой продукт не потому что победили конкуренты а по одной простой причине закончились деньги нечем платить сотрудникам за сервера за офис вот об этом нужно помнить и нужно помнить о том что если у вас есть только голый энтузиазм то надо использовать голый энтузиазм то есть ваша способность продавать то что у вас есть продавать единственное что у вас есть а есть у вас видение есть у вас способность возможно я надеюсь как у эрнана кортеса убеждать 500 головорезов чем кстати в итоге увидел то больше тысячи включая тех почти всех 80 800 испанцев что были посланы за ним убедить больше тысячи головорезов идти за ним без оплаты просто того что они заработают колоссальное сокровище которое частично благодаря его усилиям частично благодаря даче он действительно выполнен удачи стартап котики и пусть вам повезет правильно применить свой голый энтузиазм и делать самое главное что должен делать стартап продавать 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 еще раз продавать где стартап котики кто у нас стартап котики